Всем здрасте, меня зовут Никитин Алексей, я сотрудник компании Одноклассники и занимаюсь там разработкой программ для операционной системы iOS. Но говорить мы сегодня будем про андроид, про хранение данных. Мы с коллегами поспорили, что андроид-разработка это очень просто и любой человек без подготовки сможет в ней разобраться. Соответственно презентацию уже первый раз и по ходу будем разбираться, чё как. Как вы знаете в андроиде доступно java.sdk в полном объеме, поэтому для работы с файлами доступны все классы из пакетов, слово лэнк тот лишний, java.io и java.nil. Вы все с ними знакомы, правильно? Замечательно. Ну и мне хотелось бы на этом закончить, но к сожалению не получится, потому что есть несколько нюансов по работе с файлами в андроиде и анекдот с Петькой и Василий Ивановичем я рассказать не могу. Какие же нюансы есть? Откуда файлы брать и куда их записывать? Как андроид с ДК помогает решать типичные задачи, связанные с хранением файлов? И как можно обмениваться файлами между приложениями? Если рассматривать первую тему, файлы могут быть встроены в приложение, вы скачиваете приложение из google play, а внутри него уже есть файлы с которыми можно работать. Дальше вы можете создавать файлы во внутренней памяти телефона и во внешней. Внешне, как правило, подразумевает под собой SD карточку. С внешнего хранилища может не быть, а может и быть. Если по типу данных, ну или по типу файлов, то можно выделить три больших категории. Это файлы вообще произвольного формата, которые вы создаете, читаете. Отдельно выделим настройки shared preferences, про которые мы и дальше поговорим. Это класс по работе с xml файлами и база данных SQLite. Насколько мне известно, с база данных вы знакомы. Так, ну давайте по расположению. Вот у нас есть структура проекта. Естественно, у вас есть папочка res и в ней есть две специальные под папочки raw и, например, xml. Зачем нужна папочка xml? И есть папочка raw. Зачем она нужна? А почему нельзя xml файлы положить в папочку raw? Ну, то есть мы чисто логически их разделяем. Так что ли? Сейчас, чтобы без проблем можно было их читать в конфиге. Ну, а почему конфиг нельзя в папочку raw положить? Но он жит. Ну, raw это, то есть здесь файлы, которые вы создаете сами. Кладете в свой проект и во время выполнения программы, можете получить к ним доступ. Да, вот что может подвигнуть вас положить в файл xml в папочку xml, а не в raw? Я не хочу, чтобы с ним взаимодействовали во время работы приложения. Вы с обоими файлами можете взаимодействовать во время работы приложения. Уже не искала xml, которые мне нужны, там, где я хочу. Угу. Ну, ладно. И вопрос. Есть папочка asets. Про нее вы тоже слышали, да? На первый лекции вам нужно было рассказать про структуру проекта. Ну, хорошо. Значит, насколько я знаю, разница между xml и raw в том, что на этапе сборки проекта xml файлы в папочке xml преобразуются в двоичный формат. То есть, если вы распакуете пакашку, то вы не сможете увидеть там файл, который сможете прочитать. Вот. Ну, если вы положите этот же файл в папочку raw, то прочитать вы его сможете. То есть, папочка xml – это такая оптимизация по скорости работы и по размеру с xml файлами. Вот. И есть папочка asets. В нее вы тоже можете класть любые файлы. При этом, в отличие от папочки raw, в asets можно класть файлы в другие папки. То есть, в asets вы можете поддерживать какую-то файловую структуру. Что-то вопрос. Зачем нужен raw, когда есть asets? И наоборот. Есть несколько отличий между ними. Например, то, что в файлах, к файлам в папочке asets можно достучаться по специальному пути, который указан в презентации. То есть, вы, например, можете положить туда файл index.html, сделать папочку css и положить в нее css файлы. Вот. И открыть эту HTML-страничку в WebView. Что такое WebView, знаете? Теперь знаете. Ну, в приложении можно работать с HTML-страницами. Вот. Вы можете отобразить HTML, запускать JavaScript. То есть, вы в приложении можете, например, упаковать мини-сайт с файловой структурой этого сайта. Отдать ссылку на файл в WebView, и в WebView спокойно загрузить все файлы из asets. Так. Соответственно, с файлами в папочке raw так сделать не получится. При этом можно обратить внимание, что папочка asets находится на одном уровне с папочкой res. То есть, файлы в asets не лежат в папке res. Это означает о том, что в классе R с идентификаторами ресурсов не будет констант связанных с файлами в папке asets. Так. Вы что-нибудь поняли из последнего? Это хорошо. В данном случае в папке XML лежит XML-файл, в папочке raw лежит картинка. И в папочке asets также лежит та же самая картинка. Апи по работе с ними довольно простой. Как получить файл из асета? Вы вызываете метод getassets у наследника контекста. Так как activity является контекстом в данном случае, мы можем у нее вызвать метод getassets. И вызываете метод open с путем к файлу. В данном случае это map.jpg. При этом, если бы у меня в асетх была бы файловая структура, то можно было бы с ней здесь поработать. Ну, написать folder касаясь чертами map.jpg. На выходе вы получаете поток из java.io, которым дальше можно делать все, что угодно. То есть вы этот файл можете прочитать и использовать по своему усмотрению. В данном случае мы декодируем картинку, используя класс bitmapfactory. Так, откуда он вызывается? Вызывается отсюда. И проставляется им.jpg. Так, попробуем запустить. Пока тут все запускается, кто скажет, что не так с этим кодом? Он компилируется, запускается, в принципе, работает. Вот, мы видим картинку. Но что с ним не так с точки зрения именно разработки мобильных приложений? Мне кажется, что bitmap в андроиде это что-то с памятниками. А какое решение? Set image Uri. Ну, если вы вызываете set image Uri, то он же в итоге сделает то же самое абсолютно. Да. Ну вот, скорее всего, но это логично, что он может сделать другого. Он также загрузит картинку, декодирует ее и отобразит. Может, блокирующий его от вывода? Абсолютно верно. Да, блокирующий его от вывода. То есть, мы тут читаем файл в методе onCreate жизненного цикла. и пока мы его читаем, у нас главный поток ничего не может сделать. Соответственно, если операции будут довольно длительными, то могут быть проблемы. Так. Соответственно, чтобы прочитать файл из папочки RAW, у нас очень похожая конструкция. Вместо метода getAssetsOpen мы делаем цепочку вызовов getResources openRawResource. так как здесь уже нужно передать идентификатор ресурса, то вы точно не ошибетесь с именем файла. Ассеты принимают строку, то есть, вы можете написать путь к файлу, которого на самом деле в приложении нет. Вот мы видим, результат абсолютно идентичен. Вот. И если затронуть вопрос XML-файла, то вот у нас здесь лежит файл prefs.xml мы у ресурсов вызываем этот get.xml и получаем объект XML парсера. В данном случае парсер у нас кто скажет какого типа? Посмотрев на код. Я имею в виду концептуально. Насколько я помню, парсеры делятся на две большие группы сакс и дом. Кто-нибудь слышали про такое? Дом слышит. Дом, а сакс через A. Ну, разница в них в том, что один потоковый, то есть, мы обрабатываем данные по мере их чтения из файла, а другой сначала загружает весь файл и предоставляет объектную модель, представляющую уже весь файл целиком. Что? Да, это потоковый. То есть, вот у нас есть какой-то цикл, то есть, пока мы не дочитали до конца, у нас мы смотрим на то, какие теги встретились в XML-файле, там, начало тега, конец тега или название тега. Вот, если мы посмотрим, так, куда нам надо посмотреть, вот сюда, то мы увидим, что XML-файл успешно прочитался. здесь список тегов, которые и были в этом файле prefs.xml. Ну, мы видим, что все вроде как соответствует, вот, тег preference screen, switch compact, preference, edit text, ну, тут что-то типа такого же. С этим все понятно, да? Мы можем файлы поставлять вместе с приложением. Они всегда доступны, так как их нельзя удалить из самого приложения. И то, что есть особенность, что их нельзя изменить. В частности, нельзя удалить. То есть, если вы запаковали в свое приложение данные какие-нибудь, пользователь скачал, то после старта приложения вы не можете ими воспользоваться в своих целях и потом удалить. Они так и будут занимать место. Соседами понятно, да? Так, так. Значит, поговорим про внутреннее хранилище. Вам рассказывали, что каждое приложение в андроиде получает свой уникальный айди пользователя. нет? Ну вот в линуксе есть же пользователи и как только вы устанавливаете новое приложение, этому приложению выдается новый пользователь. Линуксовый. вы как пользователь телефона с этим не сталкиваетесь. Выдается отдельный айди пользователя и доступ к файлам строится на основе этих самых идентификаторов. То есть, у меня есть мое приложение, ему, например, выдался идентификатор 100. Есть ваше приложение, ему при установке достался идентификатор 101. Если я попробую прочитать файлы вашего приложения, у меня ничего не получится, потому что у файлов вашего приложения по умолчанию стоят права доступа на чтение только для пользователя 101, а мое приложение имеет пользователя по номерам 100. Таким образом сделано разграничение доступа к файлам во внутренней памяти. Сейчас мы попробуем это продемонстрировать, так data user slash 0. Не может быть. у меня проблема, что-то на этом эмуляторе нету рута, нет доступа. Я зашел на эмулятор, то есть вот это консолька на телефоне, скажем так. Что? Кто-то знает, как проблему решить? Не, там в андроиде очень много работа сетов сетов, сетов. То есть там в малерке мало что можно сделать? Да, мало что, но блин, я надеялся, я просто готовил лекцию на другом компьютере, там это все работало, а тут не проверил. Сел в лужу, так сказать. Ну, SU почему-то не работает. Ну, почему-то команда там типа вот такая вызывает permission denied. У кого-нибудь есть рутованный андроид телефон с собой? Сейчас, мне надо полминуты, чтобы подумать, что сделать. с этим. А здесь быстрый интернет? Кто-нибудь знает? Так, ну, давайте попробуем другой скачать, не знаю, может быть, заработает. 700 мегабайт. Ну, ладно. Соответственно, так как у вас есть разграничения по тому, куда файлы можно записывать, куда нельзя, если вы хотите файл создать, необходимо узнать, где это можно сделать. для этого вы можете воспользоваться методом контекста getfiles.dir так, а здесь нету кнопочки background. Так, тогда мы сделаем правильно написал рутех. У меня в коде это так же написано, сейчас проверим. Так, не, не так. вот, 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 вот они сейчас. соответственно, на второй выделенной строке виден путь в файловой системе, где наше приложение может спокойно создавать файлы. дата, юзер, айди пользователя, это пользователя меня как человека, вот, имя пакета приложения и папочка files. Так, все понятно, да? Соответственно, здесь в лок выведено еще несколько путей, путь к папочке для кэшей, для кэшей. соответственно, в чем разница между файлами, которые вы будете записывать в директорию getfile.zir и getcachedir? Как вы считаете? Подносить кнопку очистить кэш и сдерять данные. Да, абсолютно верно. Кнопка очистить кэш очистит, сотрет все файлы, которые лежат по пути getcachedir. при этом это может произойти и без участия пользователя. Телефон может сам подумать, что пора бы что-нибудь почистить и их удалить. Поэтому, если вы записываете туда файлы, нельзя быть уверенным в том, что они там будут всегда. Так, что там у нас с финиш? проверим, будет ли работать на другом эмуляторе. пока оно запускается. Особенность этих файлов естественно в том, что они все, абсолютно все файлы удаляются, если пользователь удаляет приложение. Что логично. Так, и внешнее хранилище. Как правило, это SD-карточка. При этом на некоторых телефонах, как вы знаете, нельзя вставить карточку памяти, но все это API будет работать. То есть, вам будут возвращаться какие-то пути, какие-то там флажки состояния, но в реальности это будет абсолютно тот же самый, та же самая флеш-память, что и внутренняя. Различие только чисто логическое. При этом в Android SDK есть какой-то метод вот у класса Environment, позволяющий узнать, у нас SD-карточка настоящая или бутафор. Если бутафорская, то вы реализуя какой-то код, можете не заморачиваться с внешним хранилищем. Ведь при работе с ним какая сложность? В чем проблема при работе с внешним хранилищем? Его может не быть. Вы там взяли, что-то скачали, записали файлы, приложение, например, перезапустилось или даже во время работы приложения ты можешь произойти, бац, а файлов уже нет. То есть, надо писать код, который за этим следит. Он, естественно, вряд ли будет. Надо постоянно проверять, есть ли данные. Самые главные методы у класса Environment Get External Storage State позволяют узнать, о чем у нас с карточкой памяти она есть, нету, готова к использованию, не готова к использованию, доступна только на чтение или на запись. И есть метод, который выдает вам путь, по которому смонтирована эта самая карточка. На реальных телефонах, как правило, это Slash SD-карт. При этом есть еще один метод у контекста Get External Files DIR, который возвращает путь внутри SD-карточки. Как правило, это Android, Slash Data и здесь имя пакета вашего приложения. В чем отличие между этими двумя путями? Да, здесь не написано. В том, что если пользователь удаляет приложение, то все файлы, записанные по второму пути, удаляются. То есть, если вы заботитесь о пользователе, что делать вообще не обязательно, то лучше писать по этому пути. Второе отличие состоит в том, что для доступа к другим файлам на карточке памяти вне этого пути приложение должно запросить специальное разрешение у пользователя. Оно должно спросить у пользователя, разрешаешь ли ты мне менять какие угодно файлы на карточке памяти. А вопрос такой почему на карточке памяти не реализован механизм доступа к файлам как во внутренней памяти. То есть, в принципе, файл также может представляться ID пользователя вне зависимости от того, по какому пути мы записываем наши данные на карточке памяти. Ну и другим приложением доступ к этим данным может блокироваться. Почему не сделано так же? Ну и что? Нет, никакой механизм от этого не спасет механизм доступа. То есть, если работает в рамках одного телефона, почему в рамках одного телефона так не сделано? Если одну флешку с одной структурой вытащить и ставить с такой же структурой, оно пойдет или на другой структур? структурой ну, про это. Да-да-да. Я, честно говоря, не знаю ответа на свой вопрос. Может, кто-нибудь там работал плотно с файлами. У меня есть версия, которую я не проверял, о том, что разница в файловых системах и не все же файловые системы поддерживают разграничение доступа на такое широкое, как файловые системы Linux. Это версия, я не знаю. Я снял с себя ответственность за свои слова. на одном телефоне много пользователей? Смотрите, то есть уже пустой телефон, на котором стоит из сторонних только одно приложение, вот это демонстрационное. Но на телефоне же изначально стоит много других приложений, например, приложение календаря, приложение будильника, браузер, какая-нибудь программа, которая там проверяет доступность обновлений системы. Да, мы видим, например, приложение ComAndroid Camera 2. Понятно, что это за приложение. То есть она имеет такой ID, а на другом телефоне это? Да, на другом другой. Что? А что за приложение ComAndroid Edge? Я не знаю. Ну, соответственно, вот здесь в каком-то столбце то ли вы написано имя пользователя, соответствующее приложению в последнем столбике. И мы видим, что они все отличаются. Там есть какие-то пользователи систем, там радио для телефона, но все обычные Android-приложения имеют какое-то произвольное имя пользователя. внутренняя память. Да, внутренняя память. Естественно, если мы зайдем, там, ROOT, ECHNOPOLIS, ну вот, вы видели сейчас, что был запущен код, который создает файл с произвольным именем и записывает в него произвольные данные. Естественно, вот мы находимся на пути data-user trolley-walley files. Вот мы видим, что там есть файл с таким вот именем. Вот мы посмотрим, что там действительно абракадабра какая-то. Ну, произвольные двоичные данные. Так, как теперь отсюда выйти? Вот. При этом вы могли заметить, что в консоли вывелось что-то красненькое. Заметили? Вот здесь написано что-то там Permission Denied. Что было? То есть была попытка записать файл по пути Storage, в общем, это путь к SD-карте на эмуляторе, произвольное имя файла. На что мы получили отказ. Почему? Потому что пользователь не дал разрешение на работу с файлами на карточке памяти. Вам рассказывали, как запрашивать разрешение у пользователя? Это один из шагов. Потом, к сожалению, надо писать код для того, чтобы это заработало. то есть это я рассказываю между делом, я не знаю, наверное, это тема какой-то другой лекции про то, как запрашивать доступ на всякие нехорошие вещи. Мы открываем Android Manifest, добавляем параметр Uses Permission, говорим, что хотим писать файлы на внешнее хранилище. Начиная с Android M, это что-то очень старое уже, если таргет SDK вашего приложения Android M или выше, разрешение на всякие действия у пользователя спрашивается во время исполнения программы. То есть до Android M пользователь отвечал на всякий запрос во время установки приложения, может помнить такой, его сейчас можно встретить, такой диалог, когда вы жмете кнопочку установить в Google Play, там Google Play вас спрашивает. Если что-то не выберешь, то он может приложить на устройстве. В смысле, что-то не выберешь? Ну, типа, если какое-то не нашло разрешение, приложение можно... А что там, можно разрешить не все? Да. Там, как бы, приложение запрашивало доступ сразу ко всему до Android M очень давно. И пользователь лежал, типа, да, разрешить все, что приложение хочет или не устанавливать его вообще. Так как, естественно, ни один пользователь не читал, что там написано, просто игнорировал, потому что, как, ну, у меня там приложение, какое... приложение ВКонтакте, да, оно басным доступ к смс-кам просит. Да мне все равно. Вот. А вдруг оно вредоносное. То, начиная с Android M, появилась другой API, которая заставляет вас, спраш, получать доступ на разные действия во время выполнения программы. Общая схема работы с этим выглядит так. У меня было написано, что доступ есть, теперь будем делать все по-честному. То есть, вы хотите получить доступ на запись на внешнее хранилище. Пункт номер один. Вы должны посмотреть, может быть, пользователь уже предоставил доступ на это действие. Ну, если предоставил, то делайте, что хотели. иначе тут есть какой-то метод, который говорит, что вы должны показать подробную инструкцию пользователю. Естественно, это здесь не реализовано. Иначе вы запрашиваете у пользователя разрешение на определенные действия. Вам кто-нибудь рассказывал про такой метод, как StartActivityForResult? Нет? А про StartActivity? Я сам даю на этот вопрос. Что, про это? Нет, я про StartActivityForResult. Круто. Ну, соответственно, RequestPermission показывает другую активити системную, и та системная активити, она может вернуть результат выбора пользователя вам. Вот оно здесь. Он RequestPermission Result. Естественно, либо пользователь дал доступ, тогда вы делаете то, что хотели, вот тут метод есть doFileStuff, ну, либо не дал, и вы ничего не делаете. Будьте здоровы. это надо делать всегда, когда вы пытаетесь доступ к местоположению получить, когда вы пытаетесь получить доступ к контактам записной книжки, что там еще? Прочитать смс-ки, то есть пользователь будет спросить, покажется окошко, что уже не хочет читать смс-ки, там, да, нет. вот как это выглядит, вы наверняка такое встречали, такой диалог, мы ждем, да, дайте, да, разрешить, и так, и что? Да, наверняка предыдущего запуска осталось. Сейчас, что там, какой путь был? Storage, что-то там emulated, storage, emulated, 0. Ну, соответственно, видим, что здесь какой-то один пользователь с dkart.rv, то есть вот такого разграничения по пользователям нету. Вот, а файл наш есть. появился. Так. Ну, и если вы пишете данные не по этому пути, да, то надо быть готовым к тому, что другие приложения могут получить к ним доступ. Поэтому, естественно, если у вас какая-то очистительная информация о пользователе, лучше этого не делать. то есть та информация, которой делиться бы не следовало. Например, там, кэш-переписки, там, какие-то пароли, какая-то такая личная информация. Там, так, что у нас дальше? То есть, это мы поговорили о работе с обычными файлами, куда их можно записывать, откуда их читать, что для этого нужно. Вот. Но Android SDK имеет средства, которые облегчают повседневные задачи. Одно из самых популярных средств класс Shared Preferences. Какую задачу он решает? Он позволяет в простом формате, в формате ключ-значения в виде словарика хранить примитивные типы данных. Это числа, строки, числа, строки, все? Ну, да, вроде как все. Соответственно, что он у себя представляет? То есть, класс Shared Preferences. Он либо читает XML-файл, либо записывает и предоставляет вам простой API по работе с ним. Так, так, так. Посмотрим на следующий код. У нас мы вызываем у контекста метод getSharedPreferences, указываем название файла наших настроек, в данном случае это prefs, и режим, с которым этот файл надо создать. естественно, есть мод Preweight и моде World Readable, кажется. Если вы укажете режим мод World Readable, вы откроете доступ к этому файлу другим приложениям. То есть, вы видели или в консоли или в консоли так, 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 большой файл. Какой там, кто-нибудь помнит, дата, что-то там, user, user, 0, ru, нет, сюда уже не надо. Да, сюда надо. вот видите, какой режим доступа к этому файлу. Кто-нибудь знает, что это означает? Вот в нижнем и левом углу. Как владелец файла читает записывание. Да. То есть, мы, владелец файла, может читать, записывать. Если вы укажете World Readable, то здесь появится какая-то буковка, типа там, где-то еще R появится. То есть, вот у нас есть метод GetSharedPreferences, который возвращает объект типа SharedPreferences. И у этого объекта есть, давайте, у этого класса есть куча разных методов. Довольно простых. Это GetBoolean, так, что там еще было? GetFloat, GetInt, GetLong, GetString. То есть, как раз строки и числа. То есть, вы можете по имени получить значение. Ну, это значение по умолчанию, если никто до этого число не записывал. Так, давайте запустим, посмотрим, что у нас получится. появилась папочка настроек, который мы указали, блин, где указали? Указали в методе GetSharedPreferences и догадайтесь, какое у него будет содержимое, если посмотреть в код. где-то там будет value true. Value true. У кого-нибудь есть вообще идеи, где SharedPreferences можно использовать? Отлично, для хранения пользовательских настроек. Во многих приложениях есть экран для настроек, где вы там какие-то галочки ставите, снимаете. Вот все они хранятся примерно на таких файлах, как правило. То есть, вместо того, чтобы писать XML-парсеры, сериализаторы, действиализаторы, вы имеете простое API по работе вот с такими данными. Соответственно, для того, чтобы данные записать, мы должны для начала получить объект типа Editor. То есть, у SharedPreferences нет метода put или set, вы получаете объект типа Editor, и у Editor есть уже методы put boolean, put float, put in, put long, put string, ну и так далее. То есть, вы меняете какие-то данные, и после того, как вы данные поменяли, вы вызываете метод apply. apply инициирует запись тех измененных данных, которые вы меняли, в файл. При этом есть два метода commit и apply. в чем между ними разница? В том, что commit метод блокирующий, а apply не блокирующий. Эти слова понятны? Да. Но вопрос, если apply метод не блокирующий, на каком потоке идет выполнение? То есть, если мы откроем реализацию метода apply, мы увидим new thread точка start. Давайте посмотрим. Не посмотрим. Так. Но он же зеленую стрелочку не показывает. Так, так, так. Вот у нас какой-то бум-бум-бум. Так, runnable, runnable. Так, где, где? Вот, enqueue, disk write. Так, 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 так. Ну да, какой-то есть какой-то класс keyword и туда отправлять runnable на исполнение. чем удобны, точнее, какой еще интересной аппе у андроида есть по работе shared preferences. Надо упомянуть пару методов. Первое, это метод get preferences oactivity. Он возвращает shared preferences для текущей activity. То есть, естественно, мы можем сюда передавать много разных имен, будет создаваться много разных файликов. Как вы думаете, с каким именем создается файл после вызова метода get preferences oactivity? Что такое имя activity? Лейбл из манифеста? Давайте точнее. Имя layout Сейчас, с layout сразу стоит вопрос. Допустим, вы пишете, реализуете метод get preferences. Как вы узнаете имя layout? Ну, подсказка никак. Ответ правильно прозвучал, имя класса. Так, 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 то есть, вот, здесь просто вызывается get shared preferences с get local класс name. И есть еще специальный shared preferences для глобальных настроек в приложении. Вот есть некий preference manager, у него статический метод get default shared preferences. Какие будут версии, файл с каким именем будет создан. хорошая версия, но нет. С каким? Ну, смотрите, то есть, ну, в итоге, какой-то файл файл с теми создастся, xml. То есть, если вот вы получили shared preferences, да, вы с ним работаете, какой-то файл должен быть. какое у него имя. В принципе, наверное, если бы вы были авторами андроида, он мог бы называться и там default, и, как сказали, local, что? Local, да. Это бы работало, но почему-то разработчики решили сделать такое имя. Имя пакета, знак подчеркивания preferences. Наверное, чтобы программисты руками точно не догадались создать файл с таким же именем. В чем состоит удобство, ну, еще одно удобство в SDK? В том, что вы можете описать экран настроек в виде xml-файла. Тот самый prefs.xml, который мы выводили там какое-то время назад. То есть, вы используете специальную разметку, которая очень похожа на разметку лаяута. Но здесь разметка настроек. И здесь вы в ключах key указываете название настройки в shared preferences, да, в xml-ке. И они как бы автоматически синхронизируются. То есть, например, у нас есть switch, это настройка вкл-выкл-выкл, буллиновская, с ключом notifications. И дальше вы в каком-то месте наследуетесь от специального класса preference fragment. Чутку фрагмент вам рассказывали. ну и ладно. В общем, вы просто вызываете метод set preference from resource, указываете идентификатор этой это xml-ке, и дальше все работает само. То есть, вот смотрите, здесь на экране как раз выведено значение флажка notification. Так он назывался. Давайте попробуем. Вот это экран настроек соответствующий prefs.xml. Мы, соответственно, значение поменяли. Болин стал true. Магия. То есть, вот такое простое API по работе с настройками и по чтению изменений. То есть, есть этот экран, который создает дополнительный action, это все фрагмент монетчить? Да. То есть, вот вы описываете в каком-то виде, какие настройки должны быть. Здесь switch, здесь я не знаю, что такое preference, наверное, ничего. Так. Вот там видите, какой-то текст. а вот появился файл root technopolis file storages знак подчеркания preferences .xml Ну вот у нас две настройки текстовая и булевая. при этом сценариев, когда требуется такое простое хранилище очень много. Например, вы там скачиваете данные сервера и хотите скачивать их не слишком часто. Например, там раз в сутки. Вам нужно сохранить время, когда вы последний раз производили синхронизацию shared preferences, timestamp, там записали, прочитали, сравнили грусти только когда надо. очень простая реализация таких задач. Так, вот, естественно, простое для редактирования. Так, 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 это все было сказано. Да, ну, соответственно, shared preference решает какие-то проблемы, но не может решить все проблемы, которые возникают при программировании программ. Понятное дело, что если данных очень много, у нас может быть просадка по производительности, потому что файл читается, записывается целиком. Например, если у вас какой-то массив данных из миллиона элементов, вы весь этот мегабайт должны прочитать, распарсить целиком и при изменении данных также целый мегабайт положить на карточку памяти. Второй момент. Непонятно, как хранить двоичные данные. Есть идеи, кстати? B64. Да. Какие проблемы с B64? Занимает много места и требует больше ресурсов процессора. И сложное хранение списков. Например, у вас ДЗ было загрузить список городов. Чего? Ну да, вот вам Саша задал. Соответственно, вот да неважно, вы условия прочитали? Соответственно, если бы у вас стала задача, а она у вас встанет, как сохранить список городов? Вот как его хранить шарльт-референсы? А там же он уже реализован. Блин, серьезно? С виски на 80 раз. Ладно, не получилось. А сейчас это просто такая байка небольшая из реальной работы реального приложения, конкретно одноклассники, клиент для одноклассников. Если вы так, если мы посмотрим на метод apply, сейчас, вот, мы увидим здесь такой интересный код, смотрите, метод apply. Здесь есть некий runnable, называется await commit. И здесь на каком-то read-write локе вызывается await, то есть runnable чего-то ждет. и этот runnable уходит куда-то в qwork, вот как addfinisher. Соответственно, история возникновения проблемы. Жизненный цикл activity вы все знаете. Что может произойти с приложением после вызова метода onstop? U-activity. Это один из сценариев. Второй сценарий. третий сценарий. Он рестарт типа то же самое, что он резюм. В общем, когда вам рассказывали про жизненный цикл, вам говорили, что некоторые методы могут вызываться, а некоторые нет. Было такое? Было. OnDestroy может не вызваться, так? При каких обстоятельствах? Приложение будет убито самой системой? Приложение будет убито самой системой сразу после вызова onstop. И инженеры Google такие подумали. Вот у нас есть экран с настройками. То есть, смотрите, пользователь снял галочку, нажал кнопку Back или Home, в общем, уходит из приложения. Где-то вызов метод apply. Куда-то в фон ушла задача, давайте мы перезапишем XML-файл. И в теории возможна ситуация, что пользователь из приложения как бы ушел, запись настроек не произошла и приложение стало убитым. То есть, понятно, сценарий понятен. Типа, получается, что настройки не сохранились. Инженеры Google такие сказали, нет, это очень плохо, что у нас возможна ситуация, что пользователь настройки поменял, а они там не применились. Давайте сделаем так, чтобы настройки гарантированно вызывались, сохранялись всегда. Вот у них есть специальная очередь вот таких вот финишеров, которые вызываются в методе, ну, примерно в методе onStop activity, блокирующие. Так, понятно, что происходит? Но в одном из ранноблов, который туда может попасть, у нас стоит await. то есть, этот раннобл ждет, пока закончится запись настроек файл. Но, кто-то из вас сказал, что вообще нехорошо работать с вводом-выводом на главном потоке. получается так, что вот await будет вызван на главном потоке в методе onStop activity и будет там ждать, когда же закончится запись файл. А что происходит, когда приложение что-то очень долго делает в главном потоке? Да, правильно, через 5 секунд пользователю показывается окошко, приложение не отвечает, приложение убивается системой. В данном случае вы видите отчет о ANR. Термин знаком? ANR application not response. Как раз, когда главный поток занят больше, чем 5 секунд, пользователю выслеживается диалог ANR, типа application not response, kill, не kill. И вот мы видим, что здесь есть метод wait плохо видно, но есть метод wait to finish, как раз, блин, да, спойлер, у qwork, это выполняется на главном потоке, и вот где-то здесь видно, что как раз мы вызван метод вам не видно, но там написано, так-то так, вот метод await, вот здесь вот, вам не видно, но там оно есть. Вот, то есть, как вообще к этому мы пришли? как вы думаете, что происходит, если в цикле много раз вызвать метод edit и apply? Добавится много финишеров. Да, добавится много финишеров. То есть, каждый эдитор, он записывает свой слепок данных. Если вы их создадите много, естественно, в очередь станет много слепковых данных на запись. и была такая особенность в приложении, что оно там что-то происходило, и оно какой-то счетчик увеличивающийся записывало в shared preferences. А события происходили довольно часто. И бывали сценарии, когда вот этих очередей на запись shared preferences становилось очень много, пользователь уходил из приложения, и вся эта пачка данных не успевала записаться на карточку памяти. Полиция видел ANR. Понятная проблема? Ну? Сейчас. Там кто-то руку поднимал? Ну? А вот когда ANR ладит, пока мы там не нажимаем ОК, и ладонью будет жить? Или нет? Я не знаю. А ты сказал, что пришел узнать что-то новое. Не узнал. Ну, если рассуждать логически, то, наверное, пока не нажмет, ничего не будет, потому что там же написано force close. А если оно уже close, то какой смысл в этой кнопке? Так. А стоит вот вопрос в зал. Как решить эту проблему? А как это сделать? Я тоже. Давайте посмотрим. Нет? Будет. что? Может реализацию посмотреть? Так я же показывал. В смысле, apply? Вы сейчас переходили в интерфейс. Может посмотреть? Там бой. Там бой. Там бой. Не, реализация, смотрите, вот в реализации написано wait, и там что-то этот wait куда-то уходит. Ладно, правильный ответ прозвучал. Мы делаем что-то типа такого. Какой вопрос? Коммит выполняется в том же потоке, где вызов, а она переводится в другой. Да. То есть, коммит было сказано блокирующий вызов, поэтому на главном потоке делать иногда опасно. А apply нет. Чего? Да, не знаю. Он тут написал, что не может найти метод коммит, но не очень понятно, почему. Да, 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 Я не знаю, вы нашли. Вот, вот. Что? Наверняка нет. А, буглин, смотрите. Ну, смог записать, не смог. То есть, это не инструкция к действию, это просто о том, как реализована Android SDK, кто его пишет, как его пишут, к чему это приводит. То есть, это одна из маленьких проблем, с которой постоянно приходится сталкиваться. Так, ну, понятно, да, с шарик-референсами. Да, следующая тема какая, SQLite. Вы мне сказали, что с базами данных знакомы, да? Не первый месяц. Первый. Черт. Ну, уже второй. Ну, я к тому, что вы с базами, там, командами знакомы, типа, create table, select, insert. соответственно, чем, чем интересна SQLite? Тем, что все данные хранятся в одном файле. Совершенно. Вот. То есть, это база данных, которая локальная, которая хранит все данные в одном файле. Поставляется вместе с Android. то есть, вы можете из консоли запустить программу SQLite и имеет выведенные ручки в жалоклассах. То есть, естественно, что база данных была написана там на чем-то по типу C. Есть какое-то C-AP для работы с ней. Но разработчики Android реализовали обертки над всеми этими низкоуровнями вызовами. Давайте посмотрим на класс SQLite Database. У него есть несколько всяких разных интересных методов. Open Database. Вы указываете путь к файлу еще какие-то параметры. Create Database. Не знаю, что делает. Первый раз вижу метод. Он называет метод Open с какими-то своими параметрами. Написано, что база данных в памяти. Не знал. Вот есть метод Open or Create. Вот, наверное, самый важный метод. Вы указываете имя файла. MyDB .db Визуально? В смысле, это вот вы создали? Да, это я создал. А, по легенде не я, а кто-то из моих коллег. А я тут первый раз все вижу. Это Java методы над какими-то нативными функциями. Естественно, сюда выведены разные методы по работе с базой данных. Например, выполнить запрос query. Select. Например, insert. Delete. И что там еще? Update. Ну да, то есть ничего необычного. А в чем, вот смотрите, вот если вы хотите начать работать с базой данных, вообще, с чего вы должны начать? Вот у вас код начинает работать с базой данных. Что вы должны сделать вообще? Создать базу данных. Да. Открытие, если она есть. Если ее нет, создать. А вот еще у SQLite, у базы данных, есть такой параметр, как версия. что вы должны еще сделать при начале работы с базой данных? А если она уже установлена? Зачем? Посмотрите, какая версия, да. У вас же база данных может быть создана предыдущая версия приложения, а вы что-то там накрутили, и вы хотите эту версию увеличить, например. Если вы хотите увеличить, вы должны сделать какие-то манипуляции. Звучится все очень таким нудным, объемным, таким вот кодом, который вообще не хочется писать. Или который хочется упростить. Да, я, естественно, не просто так это спрашиваю, потому что есть такой класс, который облегчает работу над такими задачами. Называется SQLite Open Helper. В нем вы должны, ему вы должны передать имя база данных, версию, и реализовать два метода onCreate и onUpgrade. В onCreate вы выполняете методы запроса по созданию таблиц, createTable, id, primary key, column текст, все вот это вот. А в onUpgrade выполнить запросы по изменению схемы вашей базы данных. Например, у вас была версия приложения номер один, не была какая-то база данных. Когда вы программируете версию приложения номер два, вы понимаете, что вам там не хватает какой-то таблички. И после того, как пользователь поставит новую версию, вы хотите не стирать базу данных, по-новой создавать, а просто добавить в нее новую таблицу. Для этого вы накручиваете версию, которую начинаете передавать в SQLite OpenHelper и пишете здесь скрипты. Типа там, если старая версия, меньше текущей, то мы что-то там экзек. Новая версия. Смотрите, когда вы пишете приложение, ваше приложение работает только с новой версией. У вас в приложении не может быть константы new version. вы как бы то есть у вас смотрите, я пишу версию приложения номер 2, я просто здесь так делаю двойка. Ну и все, если старая версия меньше двойки, то есть первая версия. Зачем параметр new version? я не знаю практическое применение. То есть ну скорее всего да. Я к тому, что я не знаю реально применение на практике. Может быть оно есть, но лично я не сталкивался. Потому что new version, оно по идее всегда должно совпадать с той версией, которую вы передаете в SQLite OpenHelper. И вы типа такие, если старая версия меньше текущей, то там типа там создаем еще одну табличку. Нет. Нет. Апгрейд вызывается только когда версия поменялась. Смотри, да. Хороший вопрос, отличный. Смотрите, else может быть тогда, когда у вас за историю приложения много версий базы данных и пользователь, например, обнуляет на последнюю версию версию годовалой давности. За это время DBA на 21-ю добываюсь новая табличка, потом у вас будет if old version меньше 20. Все нормально? я понимаю, я говорю, что тут не нужен, это ты всегда true, в общем, ответ не вызывает, скорее всего, правильно? опять вопроса не понял, сказал бы заткнись там, или я не так, я там что-то неправильно понял, я понимаю, что это не то, кивает и улыбается. короче, это ты всегда true, правильно? или нет? Конкретно, нет, конкретно вот в этой программе да, да, но у вас же, ну, то есть, когда программа живет долго, там, годы, у вас будет несколько константов, db version 2, db version 3, и вы тут непонятно, тогда да. Да, и вы тут напишите, если она совсем старая, то делаем одно, если не очень старая, в общем тому, что new version всегда больше, чем old version, то не будет никогда такого, что этот метод вызовется, old version будет один, и new version тоже один, правильно? в onupgrade, да, но есть еще метод ondowngrade, вот, который переопределять необязательно, также практическое применение мне неизвестно, то есть, это вы выпустили версию приложения с версии, там, 10, а следующая версия приложения с версии, 9, ну, как-то странно, не, вот у вас версия приложения 1.0, в ней версия базы 10, опять что-то не то говорю, ну да, так, если вообще, если можно поставить ипк-шку, меньше версии, не знаю, да, да, но никто не мешает вам, как программисту, выпуская следующую версию, версию понизить, в коде, ну, вот непонятно, зачем так делать, но никто не запрещает, соответственно, если мы посмотрим в SQLite Open Helper, что он тут делает, вот здесь как раз написан метод, который вы все не хотели писать, getDatabase, и что он тут делает, вот там что-то creating memory, ну, короче, вот какие-то проверки, но вот в итоге, в итоге там вызывает Open Database, видите, кода много, самим такое писать не хочется совсем, да, соответственно, в данном примере у нас создаются две таблички, с ключом целочисленным и с текстовым полем, и как строится код, который с базой данных должен работать, вы создаете этот экземпляр SQLite Open Helper, вызываете метод getDatabase, при этом обратите внимание, что есть метод getWritableDatabase, который вызывает getDatabaseLogged, что-то поменялось в SDK, раньше методы getReadable и getWritableDatabase вызывали одно и то же, тут что-то похоже, код немного поменялся, вот в последних SDK, я не смотрел, где он используется, непонятно, ну, да, да, то есть вы вызываете метод getWritableDatabase, дальше все происходит за вас, если файла нет, создается новый файл, вызываются скрипты наполнения базы данных, и дальше вы с этой базы данных можете работать, там, так, 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 у меня где-то был код, который туда что-то пишет, это запрос на выдачу, ну, давайте напишем его с нуля, То есть, в их он все равно пригодится дальше. Указываем табличку. И что мы там? Строку должны положить, да? Table 1. Суббаза данных есть метод insert. Вы передаете табличку, название таблицы и словарик, ключ-значение, content-values. Название столбца, значение. Столбик у нас называется, как он называется, сам текст. И генерируем текст в соответствии с текущим временем. Я здесь, а num-column-hack. В реальной жизни, да. Просто передавать null. Соответственно, это какая-то особенность SQLite. SQLite не позволяет вставить строку, если значение всех полей null. Вот. И там есть какой-то хак, здесь так и написано. Чтобы все-таки такую строку вставить. И, соответственно, насколько я помню, это название столбца, в который будет что-то другое записано. Не очень хорошо помню. Ну и смотрите. То есть, так как вы знаете, что такое insert, что такое select, update, здесь просто представлена API, именно андроидовская, по работе с этими методами. Вот мы данные записали, вот мы данные прочитали. Метод query, название таблицы, список столбцов, которые мы хотим прочитать. Ну и дальше параметры. Selection, selectionArc. Да. Что вернет такой запрос? Нал. Хорошая попытка. Нет, почему? Все строки. Все строки, да. Абсолютно все записи. Записи в таблице. То есть у нас мы не налагаем никаких ограничений на записи. Просто это select, ну, грубо говоря, select звездочка from table1. Так, давайте попробуем запустить. Соответственно, метод query возвращает объект типа курсор. У курсора можно получить значение столбца, там целочисленное, строковое. И перейти к следующей записи или предыдущей записи. То есть курсор – это такой маркер, якорь в итоговом результате запроса. То есть запрос вызывает набор записей, но курсор указывает на определенную строку в ответе. И вы можете по этим строкам гулять вперед-назад, вперед-назад, сдвинуться на определенную позицию. То есть в данном случае мы начинаем с самого начала, и пока есть следующая запись, мы берем значение ID и значение текста. Давайте посмотрим, сработает, не сработает. А что не так? Так вот, наверное, да. Ну вот мы видим, что вот мы там... Интересно, какие были ID-шники, если их меньше тысячи. А, они, наверное, не в хронологическом порядке записались, не знаю. Что-то непонятное. Один, два, три, четыре. Да, смешно. Ну, это ID последней записи 913. Надо просто посмотреть, может быть, они не в хронологическом порядке выводятся. А, можно сделать поиск по 999. Нет. Да ничего не нашлось. Ладно, пробел 919 пробел. Нет. Ладно, лень разбираться, что происходит. Что увеличить? Смотрите, в базе данных уже есть какие-то записи. Если мы запишем еще тысячу, запишите еще тысячу, и там надо ждать уже 2000. 913, конечно. Да, еще 913. Давайте проверим. Так. Ой, не туда, не туда. SQLite. Бум, 2000 ровно. Ну, можно высказать предположение, что какая-то проблема именно с логкетом. Типа, если в него слишком много писать данных, ну, видимо, он как-то... То есть, иногда выводят, иногда нет. Я ставлю на то, что это особенность работы логгера. Логгера, если в один нано-тайм писать, что-то писать, видимо, он что-то... Не все выводит. Я ставлю на это. И такая особенность, что у курсора после окончания работы с ним надо вызывать метод клоуз. Кто может ответить, естественно, вопрос, зачем? Можно создавать несколько курсоров? Не, можно создавать несколько курсоров, но как только вы работу с одним закончили, надо вызывать метод клоуз. Поток? Да. Так, надо, наверное, запись. Возможно. А, посмотрите, допустим, вы автор класса курсор.java. Вот, вы знаете, что вами пользуются горе-программисты, которые забывают вызывать метод клоуз. Ваш выход. Когда? А мы его не хотим использовать повторно. И что значит использовать повторно? То есть, ну, вот, это вызов какого метода? Ну, вопрос взял, как защититься от горе-программистов. Вы авторы курсора.java. Вы знаете, что метод клоуз не будут вызывать. Ну, клоуз он освобождает нативные ресурсы. То есть, где-то в C-коде, когда был сделан запрос, вызывался малок, что-то там, естественно, метод клоуз вызывает фри. Ограничить время работы с курсором. А как вы это сделаете? Ну, хорошо, не надо, да, я согласен. Ну, блин, вы же джаву изучали. А вы ее преподаете. Не, я преподаю не джаву, я преподаю андроид-сдк. Когда? На этапе компиляции? На этапе компиляции? Ну, да, то есть, при этой метод не закрыл, то, конечно. Так очень сложно. Вы же курсору можете передавать другие методы. То есть, вам надо вообще всю цепочку жизни курсора прослеживать, что на нем никогда не вызовет метод клоуз. Представляете, что я создам класс, ну, типа, my class, в который я передам курсор, и там под if будет клоуз. Вот вы, как автор компилятора, сможете понять? Может, когда данные потом понравились? Здесь главный. Когда процедура уходит. Кто? Ну, метод. Как вы помете это в методе в классе курсор. Ищем клоуз. Ладно, я просто напомню, ладно, задам наводящий вопрос, а что вообще с объектом курсора происходит после вызова метода онкреит? Вот здесь создался объект на куче, джавовской, да? Вот на него есть ссылка. Что произойдет после выхода из метода? Ссылка пропадет. Что останется с объектом? Да, как вы, как авторы курсора джава, можете узнать, что у вас собирает сборщик мусора? Ну, он не работает. Как-никак? Ну, не знаю, может, никак, но ответный мой вопрос есть. Ну, как, метод finalize. Я не слышал. Ну, вот один человек сообразил. В смысле, не всегда. Подождите, метод finalize, что значит, не всегда вызывается. Давайте разберемся. Смотри, такая ситуация... Такая ситуация нас вообще не волнует, ну, потому что приложение убивается, ну, там кто-то что-то не вызвал, не успел вызвать, ну, и фиг с ним. Когда не вызывается finalize? Ну, это наутсмотрение в живое. Заточек не вызовешь. Ладно, я напомню формулировку, что нет гарантии, что объект будет собран сборщиком мусора, но если он будет собран, метод finalize вызовется. Вы, наверное, хотели сказать именно это. Какой второй вариант еще делать? То есть, он не соберется. Это вообще как? Значит, сумма не удержит. Нет, сборщик мусора может быть просто не запущен ни разу. Ну, в теории. В теории. Мы же тут типа про теорию, что это никогда не вызовется. Вы же знаете, да, что в Java, когда вы там запускаете Java-приложение, можно указать какие-то ключики запуска, которые отключают сборщик мусора вообще. Ну, типа там, no.gc. Не, ну, очевидно, что такое есть. Ну, вот. То есть, но если курсор, вот объект курсора из памяти будет удален, finalizer вызовется, и вы такие можете, finalize, вызвать метод close. И еще влог написать, там, ты плохой программист, забыл вызвать метод close вовремя. Так, что? Да. Давайте посмотрим. Ну, может быть, что-то поменялось. Вот есть SQLite курсор. Видите, close. Только почему-то... Нет, finalize. А? Давайте, да, да, да. Ну, смотрите. Во, дороло. Там что-то вот сыпется в finalize. Если что-то там... Ну, в общем, при каких-то условиях... ...делается close. И влог, что, типа, ты нехороший человек. вот когда базу данных удобно использовать например когда у вас очень много записей там миллионы тысячи вам нужно вывести их список это давайте рассмотрим давайте рассмотрим пример если вы у вас данные хранились в самом комнате xml файле json файле то загрузка и разбор этого файла может занимать долгое время особенно если там миллион записей это будет занимать очень много памяти мегабайта в оперативной памяти естественно используя базу данных для конкретной задачи можно вот скорость отклика и количество потребляемых ресурсов сократить списке вы делали да как это можно сделать вот у нас есть open helper берем базу вызываем запрос query забираем все записи у нас есть курсор и мы написали специальный курсор специальный адаптер который в методе он байнд view holder говорит курсором в ту позицию и выбирает значение столбиков в ответе get in get string но их записывает в поле тексту не я говорил если нет ну хорошая версия но нет не весь 4 мегабайта о чем на чем я еще хотел рассказать я не помню так проблемы при то есть вы с базы данных вот именно как делать запросы примерно знаете поэтому естественно мы остановиться на этом не будем вот есть android sdk класса которые позволяют которые оборачивают нативные методы работы с базы данных и и понятно как базу данных создать как выполнять запросы как там данных добавлять удалять и и так далее когда вы активно работаете с базы данных в рамках какого-то приложения у вас получается много запросов у вас схема база данных постоянно меняется потому что там появляются новые столбики удаляется но там старые столбики уже не нужны в этом данные мигрируете из нового формата в другой вот и проблема в том что иногда происходит ошибка в тех запросах которые вы пишете то есть вы очень много запросов пишите руками типа create table там select from select from table 1 join table 2 ну вот и так далее и может случиться так что на какой-то на ком-то этапе приложение придет состояние когда ваш код не соответствует схеме базы данных например вы ошиблись в методе он апгрейд там не добавили нужный столбик но приложение думаю что столбики есть все ваше предложение при работе может упасть и это что надо писать код вот этот код типа там его он такой есть нудный однообразный с запросами с с кодом созданием табличек он однообразный интересный и инженеры google такие сказали а давайте мы ведем новый уровень абстракции надо искать датабейс классом и искать open helper и попробуем решить некоторые ваши проблемы есть такой проект room да зачем он нужен второй пункт вам расскажет кто-нибудь когда когда-нибудь один из следующих секторов но очень интересный пункт это проверка вообще правильности на написание запросов на этапе компиляции давайте посмотрим как это работает не угадал вот вы подключаете библиотеку room и добавляете и ее же ее часть которая будет обрабатывать ваш проект на этапе компиляции вашего проекта используя аннотации вы знаете что такое аннотации так в этой sdk есть три главных класса датабейс дау энтити энтити описываю таблицы так день тут у меня вы берете класс создаете обычный жавский класс добавляете к нему аннотацию энтити аннотация из пакета room вот пишите название таблицы объявляете обычные поля джавовские и можете каким-то образом также добавляйте для них атрибуты данном случае мы поле иди объявляем ключом авто создаваемым и говорим что вот давайте у нас в базе данных скулает столбик для поля сам текст будет называться сам текст через знак подчеркивания второй класс ну примерно с таким же содержимым то есть у вас есть какая-то кота набор табличек вы хотите иметь какой-то набор табличек в базе данных и вместо написания скриптов create table alter table вы создаете обычные джавские классы и маркируете их специальным образом соответственно на этапе компиляции библиотека room собирает эту информацию ну каким-то образом использовать при своей работе второй метод второй класс это дал вот вы помечаете его когда у как расшифровывается знаете отлично и описывайте методы которые вам необходимы для работы с данными в этой базе например вы можете написать метод достань дай мне все данные и сказать что достать все данные это select звездочка from табличка 1 там дает только по айди написали select там написали insert на этапе компиляции будет создан класс наследник библиотекой room вот которым в котором котором реализованы все эти методы то здесь у нас интерфейс но на этапе компиляции автоматически создается его реализация в принципе она очень похожа на тот код который вы бы вы бы вы бы написали руками вот у нас там есть get all это select звездочка from from вот у нас есть курсор и вот тут while пока все данные не закончатся вот вы тут собираете объект и добавлять его в результирующий массив return результирующий массив то есть код примерно такой же какой бы вы писали сами и есть кто это абстрактный класс который вы должны сделать наследуется от room database здесь вы перечисляете таблички которые вы хотите иметь в базе данных и версию этой базы данных версии это та же сам та же самая версия что вы передавали в сквозь open helper так 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 и смотрите на этапе компиляции генерирую генерируется код по созданию этих таблиц там create и был с такими-то параметрами автоинкремент трололо там в этом роде он креет чаще сейчас в общем там даже какая-то какие-то методы по миграции схем с одной версии на другую их нет в проекте да то есть их они создаются на этой компиляции перед непосредственно вызовом java c и потом в джаваса передаются чуть-чуть такого ну да давайте посмотрим как это работает ну давайте напишем table 3 запускаем сборку так кто не знает как нет 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 там был кота кошка месседжес ладно в общем надеюсь вот если в среда разработки пишет can't resolve символ table 3 вы не можете уже не так просто ошибиться в запросе но я уверен что будет то же самое ну да 5 красный бум-бум-бум ну в общем проверка на этапе компиляции никого просто нет и как этим пользоваться вы создаете что вы создаете вот вызывайте специальные методы библиотеки room после по созданию базы данных передаете туда класс ваш абстрактный класс который вы здесь объявили и и дальше с ним работаете соответственно у базы данных объекта база данных вы получаете экземпляр объекта дау и удал можете вызывать всякие методы данном случае это insert скотт такой немного попроще чем и код при классической работе с сквайтом который вот вы увидели здесь наверху давайте запустим там ошибок нет сейчас будет например видно одна из особенностей ой не то нажал сейчас а когда он вообще вызывается у меня кнопки нет ну вот теперь есть так 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 бум никто не понял что произошло но случилось что-то куда он опять делся где 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 ниже она тоже не то так давайте посмотрим так пробуем еще раз скулайт вот он вывел все эти дам бум close up она упала очень сложно как вы с этим работаете вот соответственно смотрите нам библиотека room что выдала влог плохо видно но она сказала блин а вы здесь написано can't access database on main thread то есть уже прям встроена проверка на работу с системой ввода-вывода на главном потоке но естественно это можно отключить вот low main thread queries я кстати дальше расскажу когда работа с базой данных на главном потоке оправдана очень интересно ну видимо оно как-то отработало забыл показать естественно так как cd databases вот у нас здесь есть несколько файлов database та которая была создана с помощью скулайт open helper и room.db которая была создана с помощью библиотеки room вы спокойно можете пойти сюда вы вызваете там запустить программу скулайт с базы данных вот соответственно команда tables показывает таблицы в этой базе интересная таблица android metadata и давайте сделаем select звездочка from table 1 а точка запятую забыл ну вот все данные то есть вы да ну там же android metadata давайте посмотрим блин забыл локаль при этом что интересно что вот это обычный файл скулайт база данных и вы можете спокойно использовать разные средства для просмотра этих данных вы можете с телефона выкачать файл на компьютер и запустить какую-нибудь программу более удобную чем консоль по работе с этим файлом например у вас какая-то проблема в приложении вы не понимаете что происходит какие данные в ней выкачали базу данных открыли посмотрели там а ну типа все стало понятно как а как вытекнуть помнить точка quite здесь без точки запятой ну вот room то есть room он идет у вас по определенной дорожке работы с базой данных есть quite open helper там какие-то запросы room реализуют их одним из возможных способов и предлагает вам этим способом воспользоваться понятное дело что не для всех жизненных ситуаций это будет оптимальным решением например какие могут быть неудобства сложности при работе с room начнем с третьего пункта вырастает размера пока файла вы подключаетесь на библиотеку генерируются какие-то файлы размер вырастает не всегда это приемлемо второй вопрос как делать сложные запросы то есть вы видели объект когда он возвращает что-то связанное с entity а если у вас два столбца из одного entity два из другого понятно что что делать непонятно то есть там предлагаются какие-то какие-то ну так как мы этого не делали room предлагает различные способы решения такой проблемы но все они очень очень многословные и не очень удобные не очень простые с точки зрения использования используя обычные курсоры обычные запросы вы пишете запросы которые вам нужны в конкретной данной ситуации если у вас там приложение справочник какой бы придумать знаете медицинский транспортный где куча данных куча таблиц разных таблиц и вам на одном экране нужно нужно одно поле на другом экране другое на третьем вам нужно данные с одной таблицей с другой дальше у вас список где join там с двух таблиц то возможно использование room усложнит реализацию таких задач но для как правило для простых приложений естественно его более чем достаточно пара слов про контент провайдера их наверняка упоминали на первой лекции как один из четырех компонентов андроид приложения да это фракция на другом четыре проблемы да когда вообще его нужно использовать и нужно использовать если вы хотите отдать данные из вашего приложения наружу то есть другим приложениям пример можете привести пример верно ну контакты наверно например вы пишете приложение контактов и вы хотите предоставить список контактов любым другим приложением вот контент провайдера для этой задачи подойдет если данные наружу давать не надо то это слово вспоминаете тоже не надо второе применение такое утилитарное если вы пишете какую-то библиотеку например которая собирает метрики приложений в которых эта библиотека применяется контент провайдер можно использовать для определения запуска приложения там покажем как основная идея то есть контент провайдеры вот эта вся система она очень похожа на rest да знаете что такое rest то есть у вас есть урл определенный и дальше пути этого урла строится по определенным правилам здесь это же самое только у вас не урлы в всемирной сети а урлы на телефоне и у них схема не хттп а контент двоеточие слэш слэш так здесь этого почему-то нет то есть то есть вы придумываете базовый урл прописываете его в манифест файле реализуете класс контент провайдера и запрашиваете в него данные через определенный класс контент ресолвер так давайте посмотрим вот он вот он провайдер вот это authorities это тот самый базовый урл в данном случае он совпадает с именем пакета и здесь объявлен класс который реализует это самый контент провайдер в контент провайдере необходимо реализовать несколько методов он креет и методы крут insert в данном случае не реализован delete не реализован query read и update в данном случае не реализован и вы то есть вы прячете доступ к таблицам в базе данных за этими урлами в данном случае мы будем использовать следующие следующие правила вот у нас есть authority базовый урл то есть вот этот именно урл ее юрай будет начинаться с контендовый . чесла шлэш authority то есть когда другое приложение по этому урлу будет просить данные система такая посмотрит а в каком какое приложение отвечает за authority ру технополис файл сторожес найдет наше приложение и запустит его и начнет с ним как-то взаимодействовать при этом что интересно что два приложения на телефоне не могут иметь одинаковое authority то есть вы кстати так можете нагадить вашим конкурентам например вот вы например пишите приложение фейсбук да и и ваш конкурент так вконтакте и вы такие смотрите что вконтакте объявлен контент провайдер в манифесте вы берете просто и объявляйтесь в манифесте контент провайдер с точно таким же именем и из этого пользователь не сможет поставить приложение вконтакте то есть ну то же самое что с именем пакета пакет уникальный и имена вот этих authority среди всех контент провайдеров на телефоне должны быть уникальными ну это работает в две стороны но вы же можете договориться с производителем телефонов что вас поставили прямо с завода вот и и мы такие говорим а давайте вот если у нас после этого урла после слыша будет идти тейбл 1 то мы наружу будем отдавать данные из таблички тейбл 1 ну соответственно то же самое с тейбл 2 но здесь это не написано в допустим вы приходите в метод query вам приходит uri вы можете быть уверены что uri начинается с вот с такого содержимого но дальше вам нужно понять а что что идет дальше тейбл 1 тейбл 2 все данные не все данные вот не хочется на этом подробно останавливаться потому что здесь куча какого-то непонятного кода есть класс который позволяет понять что пришло в uri и мы ему говорим а давайте если у нас в uri придет касающая черта тейбл 1 это будет соответствовать константе 1 если у нас придет там касающая черта звездочка это будет соответствовать нет не звездочка тут что должно быть решетка что ли кто не помнит как один элемент обозначается решетка не вот именно в контент провайдеров не помню вот честно посмотрел и засомневался вот соответственно вот в эту специальную структуру пихать она сама определяет какую структуру этот урай имеет и возвращает вам константу то есть если там было слэш тейбл 1 она вернет вам один если было слэш тейбл 1 слэш 2 ну слэш 2 именно айди записи она вернет константу 2 вы пишете свитч дальше вы из этого юрая вытаскиваете параметры то есть это как в обычном уруле могут быть параметры вы сами определяете правило по которым эти параметры передавать и делегируйте все в данном случае в SQLite open helper в метод qwery то есть если у нас пришла константа 1 мы делаем запрос из таблички 1 projection это набор столбцов тын-тын-тын ну и так далее если пришла константа 2 значит кто-то из вне хочет получить только одну запись мы берем айди это запись как последний элемент нашего урла и передаем в selection там вот мы говорим типа айди равно вот последнему элементу в нашем юраю и вернется один элемент так кто-нибудь понял ну да вот поэтому там соответственно и была эта картинка потому что потому что всегда когда общаешься с контент провайдерами все очень запутанный и непонятно ладно давайте посмотрим как это выглядит с другой стороны то есть особенность том что это это бы работало если бы у нас было два приложения разных но сейчас покажем это в рамках одного get content resolver то есть мы говорим мы хотим найти в телефоне поставщика данных как он там контент провайдер а я не там пишу а не там там контент как он называется дбм контент провайдер тейбл один юрай и что-то там ну допустим тейбл один хотим все данные выцепить все столбики здесь заполним sort order ну бум то есть мы просто из другого места получили курсор давайте запустим посмотрим сработает не сработает при этом мы контент провайдер который здесь написано он делегирует все в данном случае все запросы к базе данных через уже написанный SQLite open helper так что там SQLite action ну видим точно такой же результат что и ожидаемо то есть основная идея в том что вот вы позволяете общаться обмениваться данными приложением посредством REST подобного API то есть вы формируете URL на ресурс в данном случае это табличка 1 в одном приложении и в общем случае эти данные будут будут переданы из другого приложения но в контент провайдере который вы вы реализуете вы задаете правило по каким рулам к каким таблицам у вас есть доступ и в методах там query insert delete update сначала определяете какую табличку из них хотят получить ну и также делаете запросы даете курсор стоит вопрос а что произойдет вот если я хочу получить доступ к данным в другом приложении оно не запущено да система его запустит вот он креет то есть то есть возможно такая ситуация что вы например пользователь запускает ваше приложение а вы хотите сразу показать данные из какого-то другого приложения и может получиться так что из этого время старта ваше приложение увеличится в два раза потому что вместе с вашим приложением нужно получить данные из другого для этого нужно запустить другое приложение что оно делает на старте неизвестно надо быть с этим аккуратно и что интересно что у контент провайдера есть жизненный цикл жизненный цикл есть у кого у activity а вы другие не знаете кого вам же их не рассказывали вот ну да фрагментов и вот теперь вы знаете что у контент провайдера тоже у него есть метод on create и что интересно что вот есть такой объект application вам про него рассказывали ну такой singleton то есть объект который singleton имеется ввиду что возможно только один экземпляр этого объекта во время жизни приложения и он создается перед стартом первой activity то есть пользователь нажимает на иконку в лончере создается объект который наследуется от application у него вызывается метод on create и здесь вы в общем случае когда у вас стартует какой-то activity вы не знаете что произошло приложение только что было запущено или пользователь пришел с другого activity то есть что происходит непонятно если вам нужна логика которая срабатывает именно на старте приложения например вы там хотите проверить обновление на сервере то в принципе можно завязываться на вызов метод on create объекта application его надо прописывать в манифесте вот он здесь прописан поле application name имя класса наследник и что интересно что вот мы сейчас запускаем приложение сначала мы попадаем в метод on create контент провайдера и только после этого и только после этого в метод он create приложение вот этот сценарий не нашего сейчас все все равно одного приложения ну вот какое-то приложение первое приложение у второго хочет запросить данные у второго хочет запросить данные вот и вот этот вот класс у второго выпускают да у второго вот соответственно если вот вы автор какого-нибудь hockey аппсдк слышали про такой а с системами сбора метрик работали ну может кто-нибудь ну ладно в общем есть такие есть такие библиотеки которые позволяют собирать статистику о ваших пользователях то есть сколько пользователей пользуются вашим приложением сколько времени они в нем провели на каких экранах они были ну задачу понимаете да кто там очень ограниченный набор то есть например я не знаю google консоль показывает сколько ваши пользователи провели внутри ваше приложение фэрбэй отличный пример фэрбэйс она как раз как библиотека идет вы подключаете вот представьте что автор библиотеки как узнать что предложение запустилось ну так вы в манифест файле вашего вашей библиотеки объявляете контент провайдера который ничего не делает но у него вызывается метод он креет классно и вы такие оба она там уже не запустилась ну то есть отсюда можно начинать отчет времен то есть сколько вот значит пользователь запустил ну и дальше там сколько времени он в нем провел это как один из утилитарных примеров то здесь контакт с контракт если мы хотим прочитать все контакты из записной книжки мы здесь укажем просто другой url который соответствует контент двоеточие slash slash com android контакт то есть нам приложение контактов отдает данные если если мы его сейчас запустим у нас ничего не получится почему нет разрешений да то есть контент провайдера на стороне контактов он проверяет а если у приложения которое у него спрашивать данные доступ к этим данным вот то есть я к тому что если в ваших там каких-то приложениях возникнет потребность вот именно какую-то информацию собрать то собираться она будет примерно таким способом так с контент провайдерами все да я по поводу взаимодействие приложений то есть когда первое приложение второго да у второго после контент провайдера еще да конечно если контент провайдер на данные ну тогда там ну не знаю такой жизненный цикл приложения не смотрите у контент провайдера вызывается он create да он креет у application да я конечно зуб давать не буду но этому будет посвящена одна из следующих лекций которая будет называться жизненный цикл процесса вообще да то есть вот на телефонах есть нехватка ресурсов очень сильная и android всегда должен принимать решение какие приложения должны быть запущены какие нет и есть определенная система приоритетов самым приоритетом является процесс какой ваша версия что такое текущий ну да который с которым пользователи взаимодействует если есть приложение с которым пользователи взаимодействует она будет выкинуто из памяти в самую последнюю очередь там есть набор приоритетов и в том числе высокий приоритет у тех программ у которых сейчас работает этот контент провайдер broadcast receiver и сервис вроде ну то есть контент провайдера он поднимает приоритет у приложения которые находятся фоне и позволяет ему беспроблемно работать улыбка сейчас просто так ну да хорошо как он я не помню в одном потоке куда там же даем а бэкграунд имеется в поток ну понятно да давайте вы проверите и просто скажете как происходит на самом деле то есть тут такое обсуждение как нас ну я просто не не проверял вот вообще это надо еще обратить внимание что на самом-то деле потоки разные у вас есть ваше приложение и приложение контактов там и потоки но главные главные потоки у них разные и поэтому то есть несмотря на то что вызов блокирующий он же вызов вот такой это очень непростой вопрос как вообще это работает потому что у вас есть курсор в одном приложении в одном процессе и курсор а он возвращается в курсор в другом приложении в другом процессе что происходит непонятно вот и получается что у вас есть главный поток в одном приложении он встает и когда что-то вернется запрос уходит через ядро операционной системы и на самом деле что там вот ваш поток встал и что произойдет в главном потоке другого приложения за это время вообще в этом все что угодно может произойти может сто пятьсот циклов отработать опять что-то не то тоже хороший вопрос но очевидно да там другой процесс скорее всего там либо исключение кинется либо персонал вернется выбор то что а вдруг в приложении контакты есть ошибка и он зависает но вы тоже я думаю тоже зависните 5 секунд и все и до свидания поэтому всем то есть я не проверял я не знаю если тайм-аут на вот такой такой вызов все я не помню не знаю врать не буду но очевидно что кстати вот доступ взаимодействие по через контент ресовера надо делать не в главном потоке понятно у вас там надо подождать пока другое приложение запустится пока там из базы что-то прочитает а даст вам это все вернется это все очень долго потому что сейчас код написан который выполняется главном потоке ну конкретно в примере который типа так делать не надо короче на следующий лекции там всем расскажешь как на самом как она на самом деле так давайте пара прикладных вопросов по работе с файлами вообще вот очень интересная есть библиотечка называется диск you cash она решает следующую проблему если у вас есть данные которые вроде как надо хранить но хранить не обязательно естественно вы хотите ограничить сверху размер данных которые хранятся чтобы не занимать всю карточку памяти вот для этого подойдет такая утилитка утилитарный класс сторонний не из android sdk диск lru кэш храним файлы формате ключ значения ограничивает общий размер хранимой памяти сверху создаете лимит типа мы хотим хранить не больше 10 мегабайт и удаляет данные когда-то лимит превышен по правилу что тот элемент к которому был доступ дольше всего назад удаляется первым ну и самое популярное использование хранение изображений представим что вы делаете ленту для там фейсбука там все ваши друзья публикуют очень много фотографий вы естественно хотите их закешировать чтобы в случае если приложение перезапуститься не будет идти даже если сеть будет показать их быстрее его вы ограничиваете количество хранимой информации сверху там 10 мегабайт вот скопилось 10 мегабайт картинок надо положить еще одну для того чтобы все влезло 10 мегабайт кого-то надо удалить удаляется тот кому обращались дальше дальше всего например картинка там обращались там месяц назад ну там самые старые картинки будут удаляться в первую очередь и так что там ничего не ищется project пум 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 ну вот просто простая реализация нас есть класс диск лрю кэш мы говорим его типа находись по такому-то пути и ограничение 1 мегабайт хранимых данных дальше мы записываем в него 100 файлов произвольного размера ну мало вероятно что эти 100 файлов займут меньше мегабайта это они все должны быть по 10 килобайт то есть вот мы пишем у нас есть кэш мы говорим хотим записать новые данные получаем output stream что-то пишем ну и закрываем так чё там надо сделать мы все еще здесь вот мы подвисли мы делаем это в главном потоке видно кнопка не отжалась сейчас проверим кстати а когда убивается да папочки кэш появилась папочка и у кэш это название которое использовалось в коде и мы сейчас мы видим что вот здесь как бы ключ эта строка и мы именовали файлы в возрастающем порядке вот от 0 до 100 то есть нас первый файл 0 ключ 0 потом 1 потом 2 и так далее и мы видим что после того как все это произошло файловой системе осталось сколько там там 16 файлов 17 17 файлов ты сначала записался файл с именем 0 потом файл с именем 1 и потом в какой-то момент памяти стало не хватать мы вышли за границу 1 габайт и файлы к которым было обращение больше всего начали удаляться то есть в итоге мы положили 100 файлов но файл системе осталось 17 ну как работает понятно вам будет предложено сделать кэш для картинок вашем предыдущем домашнем задании вот можно использовать его сделать его с помощью такого инструмента может каждый человек должен что-то задавать а в смысле когда я его озвучил она будет очень простым это сделать кэш для предыдущего домашнего задания поэтому вы говорите там все написано или давайте посмотрим на следующую картинку это тест какой-то sd карточки которые нашел в интернете здесь мы видим скорости чтения и скорость записи 1 строка это скорость чтения записи в последовательном режиме когда у нас есть там файл 1 гигабайт и мы просто просто его пишем или читаем и следующие три строки показывают скорость при записи небольших кусочков там размером 4 килобайта не очень понятно не вникал в общем в каком-то произвольном режиме мы видим что если файлы пишутся и читаются последовательно то мы имеем радикальное увлечение скорости работая с карты памяти отсюда к вывод можно сделать применительно к слову многопоточность ну понятно что главный поток нам не подходит тут имеется ввиду что неплохо но естественно не обязательно зависит от приложения все операции ввода вывода делать на одном определенном потоке одном определенном то есть вот там демо приложение есть работа шарит-преференс с обычными файлами с база данных для достижения максимальной производительности вот все операции можно попробовать вынести в один специальный поток то есть мы сначала там записали настройки потом записали там базу данных потом записали еще какие-то файлы там картинки если вы будете делать из нескольких потоков получится так что один поток записал пол картинки другой поток половина база половина база данных будет постоянное переключение идти между местами куда карточка памяти пишет мы получим и протяжку производительность это не опять же не руководство действию надо это просто иметь ввиду возможно что при написании каких-то реальных приложений в этом будет смысл возможно нет возможно сделать только хуже так давайте поговорим про иску лайт но самое первое очень очень простой понятно здесь мы в цикле добавляем 1000 записей но все вы знаете что так делать нехорошо почему да новый запрос что сделать нет не хочу в один запрос там же есть какая-то такая api типа что называется транзакция db begin transaction db set transaction successful и db комит говорите как же она там называется давайте посмотрим and transaction вот если у вас есть какое-то какие-то изменения данных вы оборачиваете все это дело в транзакции и она работает в тысячу раз быстрее понятно что если этого не сделать то каждый раз когда вы будете записывать новый элемент в таблицу будет происходить реально запись в файл ну там . db на файловой системе если вы это берете в транзакцию то все эти операции сначала соберутся в одну кучку и запишутся файл все вместе что он не сталкивались таким ну тогда вы сможете удивить вашу преподавателя ну транзакция они универсальны что там было дальше на особенность из кулата состоит в том что читать делать запросы на чтение вы можете одновременно из многих потоков но во время записи в базу данных все остальные операции останавливаются то есть представим что что у вас одна большая база данных на все приложение вы ее обновляете используя сервер вот из сервера прилетает какой-то патч на базу данных на 2 мегабайта он записывается 20 секунд и пока он записывается там пользователь перейдя на другой экран в приложении не сможет данные прочитать ну типа не круто для того чтобы этого избежать вы вызываете волшебный метод называется enable right ahead logging и чтение возможно параллельно записи но у этого флажка есть подводный камень он заключается в том что если вы выполнили запись базу данных и тут же делаете запрос этих же данных то возьму возможна ситуация что только записаны как бы записанные данные вам не вернуться вот особенность работы этого режима они потому что они реально еще дари они реально еще не успели записаться базу то есть там когда-то режим включен ведется какой-то отдельный журналик на изменения файла база данных и короче я нюансов вот там кишки не расскажу что происходит но из нашей практики вот известно что такое может случиться вот то есть вы разрешаете в честь такой режим там тоже изменения изменения копится в отдельном файле не в рамках транзакции в рамках там я не знаю каких правил и после этого применяются все к файлу база данных так использование сквозит стейтментов на когда вы не передаете в иску а это какую-то строку запроса и слайд должна там разобрать и понять вообще отчетнее требуется можно и в этом помочь сделав это заранее и один раз вы вызываете метод у иску а это пойми что будет делать этот запрос и дальше вызывать методы вот вы выражение так диктит или инсерт где кьют инсерт это такая микро оптимизация которая сокращает количество раз которые иску лайт разбирает строковый запрос все складе очевидно есть код который разбирает строку и там куда свою структуру к делает вы можете помочь иску эту тему что сократите количество этих разборов так ну и понятны понятна такая микро оптимизация то есть вы когда делаете запрос давайте вызовем метод raw query если у вас есть аргументы вы можете написать тейбл один звездочкой ну вот например надо выбрать запись с 11 вы можете написать так можно использовать аргументы ну и следующий синтаксис вы пишете знак вопроса аргументы передаете в массе если у вас данный запрос надо выполнить много раз при повторной записи разбора этого выражения будет происходить произойдет меньшее количество раз потому что здесь его нужно разбирать один раз а если вы пишете id прямо на месте то разобрать столько раз сколько запросов и сделаете также подобная нотация уберегает от инъекций что-то инъекции знаете ну отлично ну это такие общие рекомендации да да ну смотрите есть много разных способов написать одно и то же сколь выражение сколь дата бейса вот имеют такие простые методы для простых запросов там к вере а если вы хотите в вы указываете параметры название таблицы столбцы selection про это вообще речь а в этом плане ну да 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 ну не все вот именно аргументы да то есть там вот если вы посмотрите вот здесь например так так и сделано вот это вот тот самый аргумент именованный то есть вы кстати даже проверяется совпадение названия параметра что название параметра в методе совпадает с названием аргумента в запросе на теперь дальше вот если вы все сделали все равно работает медленно какие техники существуют для оптимизации ну первое это отказ от де нормализации база данных вам рассказывали про де нормализацию нет я с определениями сейчас могу напутать но де нормализация это когда у вас как бы одна табличка отвечает за одну сущность в уверены вам это вы уже рассказали хорошо тогда давайте прямо сейчас мы это исправим так отказ от нормализации так правильно какая состоит идея вот есть у вас допустим пример ну простой пример у вас есть вы пишете telegram у вас есть список чатов и есть собеседник предполагается что у вас есть две таблички там час и юзерс и когда вы хотите вывести список этих переписок вы делаете join вы делаете join таблицы чатов на пользователей с которыми эти чата происходит джоин не самая быстрая операция потому что можно сделать можно отказаться от нормализации и в табличку чата запихать столбик например юзерный это типа неправильно с точки зрения такой правильной организации база данных но это может позволить вам радикально ускорить скорость работы с хранили чем какой минус у такого подхода чего а чем плохо дублирование данных ну типа немного вырастет размеры базы ну да это не так критично да да вот это самая большая проблема целостности данных то есть у вас получается что он юзернейм будет и в табличке юзеров в табличке чатов и вы либо следите за актуальность данных либо нет ночью что надо с этим делать второе вторая техника сводится к следующему вот допустим у вас есть то есть хранить в сериализованном двоичном виде те поля которые не используются при поиске например у вас есть табличка юзеров я код писать не буду просто с вами расскажу у него есть много полей айди имя фамилия дата рождения пол когда он был сети последний раз че еще может быть кого дата рождения на дата рождения че еще ну да допустим на аватарка так сколько я начитал 4 плюс 3 7 7 полей но реально в вот в запросах в после слова вар там вы кроме оди как правило ничего использовать не будете вы будете делать когда я select from users вар айди или сил или джоин на users вар а юзер . иди равно то есть в запросах реально как параметр будет использоваться только иди ну например рассмотрим такую ситуацию и реальность состоит в том что вытащить из результирующего курсора 6 остальных полей через курсоры get string курсор get int дольше чем один раз вытащить блок бинарные данные и идея сервизовать их понимаете технику и это практика такая а в теории понимаете это очень интересно потому что потому что на самом деле со стороны непонятно почему складе так медленно работает вот с выборкой больших большого количества столбцов если у вас есть как раз таблицы в которой там 100 столбцов то вот можно спокойно на самом деле сделать там столбцы по которым идет либо индексирование там либо поиск а все остальные положить в блок стерилизовать его каким-то образом как желательно как можно более производительным 10 реализовать и практика такая что это быстрее чем доставание ста столбцов из из кулайта ну почему не знаю разработчики из кулайта могут рассказать еще можно использовать например первый способ в купе со вторым то есть можно эту информацию в предыдущем примере имя пользователя тоже также положить блок к чату вот в чате у нас поиск идет по одни чата и по там времени последнего сообщения все остальные о нем информация спокойно пакуются в отдельный какой-то объект так третья проблема который встречается крайне редко вот там кто-то сказал что типа курсор же тоже память занимает поэтому при работе с база данных у нас нет выигрыша при работе с памятью вот есть такой класс курсор windows который используется внутри курсора да вот буфер контейнер мальтипл курсор rose если у вас в ответе на запрос в базу данных миллион записей реально в памяти будет находиться часть из них а конкретно насколько я помню 4 мегабайта если вы будете идти по курсору но эти данные вычитывать то следующие то как только в эту границу в 4 мегабайта перейдете то есть вы дойдете до следующей пачки данных которые находятся в памяти произойдет обращение к файловой системе на выкачивание следующих 4 мегабайт ну из памяти да уйдут к чему это может привести к тому что если запрос у вас сложный и выкачивание следующей пачки данных занимает большое количество времени то вот в этом примере так там не работает давайте вот посмотрим прям стыдно так случилось а правильно надо здесь юрай на контакты вот это уберем и вернем вот работу с курсором почему вот в этом примере где мы выводим сразу несколько тысяч строк возможности то что пользователь мотает мотает список приходит границу 4 мегабайта и у него приложение на какое-то время подвисает то есть вот возможная ситуация что вы там дошли до 113 строки допустим здесь была бы граница 4 мегабайта вы листаете дальше в адаптере вызывается курсор муфту вот следующая строка и в это время происходит обращение к файловому хранилищу бум все подвисло чё с этим делать чего чё с этим делать какие будут предложения есть такая техника давайте мы ее сейчас просто попробуем реализовать вы запрашиваете из таблички только столбик айди так это колонс значит берете айди вот здесь вот а потом делаете следующее то есть у вас есть айди записи а то есть вы сделали запросы получили айдишки всех записей которые надо показать и в методе он байнд выхода вы делаете просто еще один запрос который достает остальные данные по по айди по айди по айди квэри не буду константы использовать тейбл 1 все столбики все столбики айди равно 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 плюс айди напишем по неправильному грубой хейвинг не видно что ли да давайте сейчас она надеюсь заработает full c move to first и здесь мы делаем функция функция так это тык-тык-тык и функция close значит вот у нас набор данных которые хранятся память ограничен ограничен сверху допустим четырьмя мегабайтами вот если мы хотим сократить количество этих подвисаний что можно сделать можно уменьшить размер одного элемента в одной строке в результате запроса к базе данных то есть у нас допустим у нас 100 столбцов 4 мегабайта влезет там допустим 100 строк мы такие говорим а давайте мы запросим не 100 столбцов а только один да только и дишки в данном случае таким образом у нас влезет в 4 мегабайта не 100 записи там 100000 да но у нас появляется то есть мы решаем одну проблему у нас получаю появляются другие накладные расходы то есть мы в он боевых холдер должны выцепить оставшиеся данные для строки у нас есть рука иди из исходного курсора и тут мы делаем запрос к базе данных вот по этому айди для того чтобы получить оставшиеся недозагруженные поля давайте проверим работает не работает мы видим работает почему это имеет право на жизнь потому что найти запись в базе данных по идентификатору одну запись это супер быстро операция сколько время она занимает от единицы серьезно а индексирование вот единица дает да ну да логарифмы то есть у нас просто есть там какая-то табличка с от сортированными индексами мы просто ищем где находится наш супер быстро это опять же не я не могу сказать что делайте так есть проблемы которые могут решиться или в которых применим на такой подход просто надо иметь ввиду а можно и так так тык 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 рассказал да ну и конечно же какой вариант надо рассматривать это вообще отказаться от базы данных от скулайта имеется в виду ну есть нереаляционные база данных можно вообще хранить не в базе данных другим способом например файлах файлах в xml джейсоне то есть есть задачи которые просто для которых скулайт не самое лучшее решение надо про это тоже помнить это там не единственное верные от одной из вопросы и и Субтитры создавал DimaTorzok